Приветствую всех участников и зрителей кинофестиваля Герой. Меня зовут Вячеслав и сегодня я буду вашим гидом в мире кино. У нас сегодня творческая встреча с режиссером-мультипликатором Константином Бронзитом. Здравствуйте, Константин. Привет, друзья. Привет кинозрители фестиваля Киногерой. Прекрасное мероприятие. Жаль, что я не могу быть с вами просто по здоровью. Мультипликация меня довела до того, что я все меньше езжу по фестивалям. Борюсь со своими болячками. Вот так, друзья. Поменьше уделяйте время мультипликации и вообще берегите здоровье. Очень интересное вступление. Я на самом деле хотел начинать задавать вопрос с другого, но хорошо, тогда пойдем немножко не по порядку. И первый мой вопрос будет такой. Вы много раз в различных интервью говорили о том, что вы не понимаете такого выражения, как муки творчества. То есть вам это не близко. Можете как-то это прокомментировать, объяснить? Надо же, вы как бы исследовали бэкграунд мой, да? Читали интервью разные. Надо же, не ожидал. Да, могу, конечно. Смотрите, просто в принципе не люблю слово творчество. Никогда не люблю, потому что с ним слишком много разных таких, каких-то совершенно лишних коннотаций сегодня связано. Вот, поэтому под творчеством люди воспринимают, понимают, как правило, какую-то такую радостную, извините за тавтологию, радостную эйфорию. Да, такое, что-то прекрасное, такое озарение. И я в таком вот кайфе все это занимаюсь самовыражением. И это такой праздник души бесконечный. Вот почему мне это состояние не знакомо. Не то чтобы мне, ребята, я тоже там читаю разные, люблю читать вообще разных интервью великих людей, там их высказывания, книжки, их дневники. И я просто, если буквально не нахожу там ответа на этот же вопрос, да, в таком виде, как я это произношу, но абсолютно вижу отчетливо, что те люди, великие там какие-то, вот там, не знаю, Тарковский, там еще кто-то, вот я про таких людей, да, им тоже это не знакомо. Ребята, это все не про них, ну и не про меня в том числе, потому что когда перед нами возникает какая-то задача, она растет изнутри, ты понимаешь, что ты ее не можешь не сделать, она сожрет тебя, она не даст тебе покоя, она не даст тебе спать, ты должен как-то ее прожить и выплеснуть из себя. Понимаете, это вопрос такой самоизлечения, чтобы просто остаться живым. Вы меня извините за такую жесткую ноту, да, которую я взял, ну, так сказать, вы ее, как бы я пошутил, а вы поддержали и перевели в серьезные русла этот разговор. Ну окей, вот я отвечаю. Понимаете, поэтому какая же тут радость творчества. Тут вообще, я боюсь, проблема такая, вот, например, Эдвард Назаров, великий наш мультипликатор, зрители наверняка его знают, как минимум по фильму «Путешествие муравья», «Мартынка», «Жил-был пес», да, сейчас споем. Вот, так сказать, один из моих великих педагогов и наших всех педагогов, значит, он однажды рассказывал, как у него родился один из фильмов, господи, про Сидорова Вову. Помните, такое забавное такое, как с Вовой, с Вовочкой в армию забрали, и пошла вся его семья, бабушка там и так далее, мама, значит, вот он так служил. Так вот, отчасти он тоже, казалось бы, мультик-мультик, все так весело, все так радостно делают, придумали сценарий, и все кинулись делать мультик. А для него это был вопрос, знаете, исцеления довольно известной для мужчин, душевной травмы. И она меня преследовала тоже, когда ему бесконечно снился сон, что его второй раз берут в армию. Представляете, мне тоже такой сон знаком. Да, слава богу, он сам собой прошел, а у него не проходил. Так вот, он излечился, сделав этот фильм. Как только он закончил этот фильм про Сидорова Вову, у него, наконец, его перестали мучить эти кошмары, в прямом смысле, что его второй раз берут в армию. Просто вот такой случай жизни. Не то, чтобы когда он делал фильм, это была его цель. Оно так совпало. Но он же не просто так стал тоже делать этот фильм. Что-то его там личное такое, почувствовалась какая-то такая своя травма по отношению к армейской жизни всей этой, да? И он стал делать этот фильм. И вот такой эффект это произвело, по счастью. Вот. Поэтому, чтобы у людей, которые вот просто никак не вовлечены ни в кинопроизводство, ни в мультипликацию, ни во что, конечно, они живут в этом невероятном заблуждении, что вообще мы, создатели мультфильмов, живем в сплошном празднике. Сделать мультик – это просто здорово. Это как все веселятся, хохочут, рисуем. Наверное, это, в принципе, относится ко всем людям творческих профессий. Да, не исключено, что вообще… Да, творчество – правильно, мы с этого начали. Творчество – это праздник. Ничего подобного, ребят. А муки, смотрите, муки творчества все равно как праздник. Это же кайф, да, это же муки, да, это же приятная, так сказать, сложная ситуация, рождение какого-то произведения, да, и так далее, и так далее. Нет, ребята, в кино вообще все по-другому. Заканчиваю рассказывать про это. В мультипликации, в кино, на творчество – потребим все-таки это слово для простоты. Есть 15-20% всего, а все остальное – 80% – это производство, сухое, голое производство. Вот то, что я ночью, когда меня никто не трогает, когда наедине сам с собой что-то там придумал, наконец-то кадр, движение, действие, сцену, дальше мне на следующий день нужно это все просто реализовывать, технически реализовывать, рисовать, кадровать, там, одушевлять, там, монтировать. Понимаете? Все давно придумано. Весь интерес творчества закончился там, в этих 15 минутах придумывания. А дальше я две недели это все реализовываю. Это все рутина производства, все. Я так понимаю, что вот именно из-за этого вы свой мультфильм «Мы не можем жить без космоса» делали 4 года. Совершенно верно. И поэтому тоже, потому что есть какие-то вещи, там была просто невероятно сложная, ну, творческая задача, да, вот в проекте самом, сценарная, структурная. Я долго искал структуру, как, ну, что такое структура, искать, там, кинопроизведения, да, переставлял, монтировал местами куски, эпизоды. Какие-то эпизоды сделал, рисовал, рисовал долго, понял, что они не туда, не туда ведут, выкинул их вообще, пришлось рисовать новые. Вот там три года, это было еще не производство фильма, а аниматика только, ожившая раскадровка такая. Знаете, есть такой процесс в мультипликации, аниматик, когда раскадровка начинает оживать на линейке с черновым шумом таким, где еще такие статичные картинки двигаются. Вот на это ушло у меня там три года из этих четырех, да. Потому что долго искал композиционные решения. Это сюда, это сюда, там, сцена с завтраком была у меня ближе к началу, потом там ближе, потом ближе к середине ушла, в монтаже, ну, и так далее, и так далее. И это была пытка, понимаете, потому что ты с этим засыпал, ты с этим просыпался. Сцена придумана, вот она, она уже нарисована, так сказать, в черне. Это, допустим, сцена завтрака. Как они там в столовой с крошкой играют, эти два космонавта, да. Но дальше я мучаюсь, как, чтобы она работала, как она сюда встанет, сюда. А это, нет, не получается, здесь это не устраивает, здесь там неправильный контекст, и так далее, и так далее. Там эмоционально здесь хуже, и так далее, и так далее. Вы понимаете, в какой-то момент фильм начинался с шахматной игры, как они играют. Сегодня совершенно иначе начинается, понимаете. И это пытка. История-то как бы есть в целом, она сформирована. Но как найти, как говорит Юрий Борисович Нарштейн, единственно правильный путь. А правильный путь только единственный, их не несколько, как решение задачи. Вот оно одно правильное. Как, чтобы выстроить эти фразы, монтажные фразы, эпизодики, сценки, в нужном, единственно правильном порядке. Вот над этим и бьешься. Давайте так теперь, наверное, пойдем немножко по другому пути. Я должен обязательно сказать, что вы на нашем фестивале представляете два фильма. Первый – это полнометражный анимационный фильм «Три богатыря и наследница престола». Девятый фильм вот этой богатырской серии. И давайте вот немножко поговорим, собственно, про богатырей. А начнем мы издалека с самой первой работы с Алешей Поповичей и Тугариной «Змея», которую тоже режиссировали вы и также принимали участие в написании сценария. Так вот, первый мой вопрос, может быть, покажется немножко странным, но тем не менее, насколько я слышал, что на тот момент студия «Мельница», на которой как раз создавались эти анимационные фильмы, находилась, так скажем, не в лучшем положении. И мультфильм об Алёше Поповиче был для них, можно сказать, последним шансом. То есть таким вот фильмом, который должен спасти студию от какого-то краха. Вот сейчас у меня появилась возможность напрямую спросить человека, который причастен к производству, так ли это? Какая вообще обстановка тогда была в студии? Смотрите, может быть, там слово «крах» жестковато, конечно, но ситуация была, опять же, ребята, не творческая, а чисто производственная. Вот видите, опять мы все равно туда же. Студия уже по тем временам была довольно большая. Там делался сериал, да, так сказать, какой-то там для НТВ канала. И вот первый полнометражный фильм «Карлик Носк» был сделан. То есть это было довольно мощное производство. Это много народу. Так вот у руководства на тот момент произошел провал по проектам, но не было проекта достойного, который можно было бы запускать. Ну, не абы что делать, да, а все-таки что-то достойное, потому что мы же будем тратить там год-два жизни, чтобы сделать какую-то приличную вещь, да, чтобы не стыдно было. Ну, всегда так рассуждают люди, да. И такого проекта не было. Ну, ни сценария, ничего, не подвергнуло. Ну, вот не нашлось в тот момент. А вся остальная работа заканчивалась или уже была закончена. Чем это чревато для производства? Люди сидят без работы. Им нужно получать деньги, им нужно кормить семьи. Да, это производство, ребята. Они сидят художники, они получают зарплату за свой труд. Если нет работы, значит, чем это чревато? Люди быстро начинают искать, где они могут подработать или еще что-то, убегать, разбегаться, закрепляться на других студиях, местах или еще где-то, уходить в дизайн еще куда-то. И их потом уже трудно собрать. Они там не рискнут оставить место, если они там уже где-то зацепились. Понимаете, да? Тем более вообще в начале 21 века все это было кризисные времена, работы вообще было мало, так сказать. Вот. И вот чем рисковала студия. То есть она могла развалиться просто кадрово, кадрово. Люди разбежались бы. Здрасте, проект есть? Месяц прошел. А работать некому, понимаете? Было 50 аниматоров, а осталось 10. То есть все нужно все равно, чтобы по новой создавать студию, обучать кадры. А это колоссальное время, ресурсы, опять же, деньги и так далее, потери. Вот в чем была неприятная ситуация. Поэтому, когда в этом промежутке отсутствия проектов появился случайно сценарий, даже первая версия Алеши Поповича, ребята Свешникова прислали по интернету, то это вдруг вот да, как спасительная палочка, как счастье, как палочка-выручалочка возникла. Мы за него, продюсеры, я как режиссер, мы за него зацепились, поняли, о, что-то тут есть, что можно быстро-быстро-быстро развить, так сказать, зацепиться. Сейчас вот буквально сляпать что-то и запустить опять маховик производства, чтобы он просто не останавливался, потому что это всегда проблема. Знаете, одно дело сидеть там творчеством заниматься, ты сам с собой и ни от кого не зависишь. Музыку тут пишешь, роман печатаешь или картину, и ты ни от кого не зависишь, да? А когда ты, ну не я в данном случае, а продюсеры, боссы студии, да, ответственны за эти там 200 человек, тут уже, знаете, так не посидишь, да, тика, я все-таки попридумываю что-нибудь поинтереснее. Нет. Вот чем это чревато. Вот что такое кинопроизводство, понимаете? Поэтому пришло, нам повезло, пришлось оперативно решать. И Алеша Попович нам в этом смысле спас, конечно, ситуацию. Ну, то есть какой-то вот такой глобальной идеи, да, не было под этим мультфильмом, да, что вот давайте мы возьмем именно конкретно богатырей. Боже упаси, да боже упаси, ничего не было. Была просто замечательная, забавная вещь, намечалась в первом вот этом наброске, который нам прислали, и мы уже быстро-быстро стали его переделывать. Ну, и я, как режиссер, как-то это увидел, как-то, а, ну, тут можно, я понял тоже, за что там можно зацепиться, какие характеры тащить, куда это все вот-вести можно, как проект. Ну, и все, и схватились, и все, и стали делать быстро-быстро-быстро-быстро. Хорошо. Ну, вот первый мультфильм вышел, его, в общем-то, тепло приняли зрители, а дальше, на самом деле, случилось вот что. Все последующие мультфильмы, которые лично вы уже не режиссировали, их, как правило, приняли, их приняли несколько хуже, да, то есть оценка на том же кинопоиске у первого мультфильма до сих пор выше, чем у всех остальных. Скажите, ну, я знаю, что вы работаете на студии «Мельница» с 99-го года, так вот скажите, какое ваше отношение вот к всем продолжениям, которые вышли после Алеши Поповича? Следили, вот вы вообще за «Богатырской серией», ну, то есть понятно, что вы, как человек со студии «Мельница», конечно, за ними следили, но вот в каком плане? Насколько? Нет, ну, что же следил. Я знал, что они делаются, вот они, вот выше этажом, это делается выше этажом, я все это прекрасно, я понимаю, кто что делает, я знаю, что делается такой проект. Но, смотрите, я занимаюсь в том числе, по счастью, на «Мельнице» своими авторскими фильмами, и как раз на тот момент я занимался, по-моему, фильмом «Уборная история», любовная история своим авторским. Я был настолько в этом уже поглощен, что меня, продюсеры, по счастью, у них и в голове не было меня дергать, потому что у «Бранзита» своя маленькая локальная задача со своей маленькой группой художников, аниматоров, 5-6 человек. Здесь студия делает, так сказать, уже имея паровозом один успешный фильм, делает, так сказать, уже по накатанной, что гораздо легче, потому что все есть персонажи, есть характер, есть все, да, так сказать, вот по накатанной стали делать второй фильм, вот уже с другим режиссером. Опять же, повторяю, «Мельница» даже на тот момент, а это там какой, там 2005-2006 год, уже на тот момент была довольно большой организацией, и я был не единственным режиссером, кто там работал, поэтому понятно, что было кому делать и по этим рельсам тащить этот паровоз и без меня. А там, ну, а там вы правы, результат, конечно, разный. Нужно быть совсем невнимательным зрителем, чтобы не видеть, что даже если фильм там «Бондиану» делают про Джеймса Бонда или там про богатырей, неважно, все эти длинные киносериалы, да, что если это делают разные режиссеры, может быть разный результат, конечно. Конечно, один режиссер под таким углом на это смотрит, другой под таким, там, один фильм, если мы про богатырей берем, там, один фильм смешнее получился, другой не смешнее. Например, и это не секрет, например, режиссер второго фильма, по-моему, второго, если я не ошибаюсь, короче говоря, «Добрынь Никитич», по-моему, это второй фильм был, да, режиссер фильма «Добрынь Никитич» Илья Максимов, мой коллега, абсолютно искренне убежден, что его фильм «Добрынь Никитич» лучший за всю историю богатырского сериала. И самый смешной, кстати, что он самый смешной. Ну, понимаете, и, так сказать, а там, а еще какой-то режиссер убежден, что его фильм самый лучший, там, «Заход конем». И там «Натайна», они убеждены в этом, понимаете, это нормальная такая амбициозная профессия, где ты, где каждый режиссер считает себя лучшим. Все. Не могу не спросить тогда ужасную вещь, а вы тоже считаете себя лучшим? В чем? Ну, вот конкретно в «Богатырях», например. Я думаю, что, смотрите, я так это сформулировал, я думаю, что самый смешной фильм на сегодняшний день – это «Наследница престола». Это вот последний, как раз девятый, который сейчас у нас представлен на фестивале. Да, да, да. Мне так кажется, что он даже смешнее, смешнее Алеши Поповича. Вот, потому что здесь я пытался развеселить публику как мог. Очень разного рода юмор здесь присутствует. И визуальный, и текстовой в диалогах, там, и именно институционный, так сказать, характерный и так далее. То есть я выжимал как мог, как мне кажется. Но, например, если сравнивать с Алешей Поповичем, в Алеше Поповиче есть какие-то истории, конечно, цельные. Там концептуально все это гвоздем программы, вот этот их поход за тугариным змеем, конечно, цельнее смотрится. Это мощнее. Хотя здесь тоже, в общем, поход за Любавой тоже есть, присутствует. Но немножко так все чуть-чуть на фрагменты больше разорвано. Цельности здесь такой вот сценарной, конечно, не удалось добиться. Это сложно. Скажите, почему решили вернуться к богатырям вот именно сейчас? А очень просто, потому что я очень вымотался, выпотрошился на тех космонавтов, космонавтах как-то. И я хотел освежить себя, освежить собственные ощущения профессиональные. И я как бы немножко соскучился по такому кино. Не то чтобы я рвался в бой, я вообще думать не думал, честно говоря, ни про каких богатырях. Но вдруг пришел продюсер, Саша Боярский, слушай, говорит, а давай ты следующих богатырей сделаешь. Я так скептически к этому отнесся, я говорю, а что за сценарий, ну дай почитаю. Ну, сценарий мне не очень понравился. Кстати, это были опять братья Свешниковы. Ну, я не скрывал этого, не понравился, но я понял, что ну окей. Тут я вдруг почувствовал, а вот я увидел какой-то эпизод, могу так извинить, это уже важно. Ага, вот это может быть интересный эпизод, очень смешно можно сделать. И когда меня что-то зацепило, что я почувствовал, что здесь можно поиграть, и это интересно. Я что-то увидел визуально, да, вот там внутри, внутренним кинотеатром. Оно вот так, как комок начало, и я так сказал, ну давай, давай. Все равно позади были космонавты, ничего. Авторского пока не предвиделось, по счастью. Я думаю, ну давай, почему нет? Давай. И я попробовал в это ввязаться. Вот так. Хорошо. Вопрос из нашего Енисея кино и Инстаграма. Думаете ли вы, что богатыри – это российские мстители, то есть такие настоящие супергерои? Ну, формально они мстители, конечно. Они, скажем так, нет. Ну как, мстители, они же не только мстители, они защитники, то, что называется, всего хорошего на этой планете, да. А наши богатыри фундаментально, так сказать, базово, да, в архетипах своих из этих всех былин, они защитники русской земли, русского народа. Да, конечно, ну очевидная вещь. Но это же не потому, что мы их такими придумали, мы, они пришли такими готовыми к нам из фольклора уже, да. Мы это используем, эти характеристики все. Потому что мстители, насколько я понимаю, все-таки не фольклорные вещи, не фольклорные персонажи. Они придуманы тоже однажды кем-то из комиксов, так сказать, и так далее. Да, это вновь придуманы, там, не с 19 века, условно говоря, да. Вот, то у нас это все из былины, из русских народных сказок, пыры-пыры-пыры. Но да, конечно, функционально они защитники всей Руси, да. И эти принципы наши фильмы выполняют. Вот вы, когда говорили о своем последнем фильме, да, о богатырях, именно сказали, что это самый смешной, на ваш взгляд, фильм-серии. И я хотел бы поговорить, собственно, о юморе в ваших произведениях. Вот обращу внимание на то, что даже вот в ваших драматических работах, то есть, например, вот он не может жить без космоса, да, там есть какие-то такие юмористические вставки, юмористические элементы. Что вообще вот значит юмор в вашей работе? Ну, он же для вас что-то значит. То есть для меня юмор в ваших работах конкретно? Нет, вообще, в кино, вообще в жизни. Вы без юмора можете жить? Нет, конечно, нет. Ну, вот и я так же, вот и в профессии так же. Ну, что же я буду нагнетать-то чего-то мрачное? Ну, конечно, смотрите, кино – это как кусочек жизни, срез жизни, да. Да, соответственно, какой бы драматизм событий, ну, как в «Космонавтах», например, да, не происходил бы, но всегда есть место шутки и юмора. Даже случайно, даже невзначально. В этом смысле я абсолютно последователь идеологии Чарли Чаплина, потому что более трагического в кинематографе персонажа, чем его несчастный нищий бродяга, трудно себе представить. Но этот трагизм сквозь юмор, да, все эти слезы сквозь юмор – это же комедии. И вот на этом колоссальном, неожиданном стыке и получился этот мощный градус, которого достиг Чаплина. Потому что если бы он на экране под страшную трагическую музыку столько бы страдал, сегодня бы никто не знал Чаплина как режиссера, он никому не был бы нужен, он никогда не завоевал бы публику. Но публика трагизм чувствовала его только вдоволь насмеявшись. Вот. И в этом смысле я всю жизнь люблю Чаплина, это для меня режиссер номер один, учитель номер один. И в этом смысле я понял, научился исследовать, я практически наизусть знаю фильмы все, буквально наизусть. И я прекрасно понимаю, где, как вот эта грань, научился чувствовать сам, конечно, где грань вот эта. Вот тут смешной, а здесь вот пафосная нота должна быть, трагическая. А здесь опять мы должны это снизить каким-то смешной шуткой, чтобы не уходить. Потому что, знаете, как сказал один кто-то умный человек на эту тему, невозможно все время быть в пафосе, невозможно все время, бесконечно долго стоять на цыпочках. Очень точно сказано. А когда ты напускаешься с цыпочек, то да, есть место юмору, пошутить, обязательно. Вот эта амплитуда воздействия на эмоциональную составляющую зрителя, это, так сказать, режиссерская профессия, ремесло. Мы управляем этой эмоциональной кривой зрительского восприятия. Это надо уметь делать, этому учатся. Это профессия режиссера, это обязывает делать, уметь делать. Вот, и у всех это получается по-разному, естественно. У меня так, у Яванова так, у Петрова так. Вот такая история. Хорошо. Заговорили о космонавтах. Давайте немножко продолжим на эту тему. Также, вот, готовясь к этому, к нашей записи, сегодня я наткнулся на такую интересную мысль о том, что вот в ваших работах, так или иначе, иногда проскальзывает тема космоса. И в связи с этим у меня вопрос. Может быть, это вы не можете жить без космоса? Запросто могу. И в этом смысле меня ничего с космосом не связывает. Давайте внесу поправку. Что значит, в моих работах так или иначе проскальзывает? Ни в одной из работ, кроме двух последних. Две последние, действительно, все события происходят, так получилось, на фоне космоса. Ну, я имел в виду там звездное небо, например, которое появляется в кадре. Ну, это же не только у меня. Опять же, я даже пытаюсь вспомнить, а где там звездное небо. В уборной истории звездного неба нету. А вот так там нет. Да, в Кате и Лисе. В Кате и Лисе есть, ну, просто потому что там ночь настает, так сказать. Ну, что там еще? А, ну, на краю земли с домиком этим. Ну, просто там, просто потому что по факту ночь. Ну, как ночь без звездного неба изобразить, понимаете? Ну, знаете, у каких режиссеров только это не случается, да? Это же есть день, а есть ночь. Поэтому в этом смысле ничего экстраординарного я не делаю по отношению к космосу. Это я вот к этому, да? Ну, так, смотрите, ну, дальше вот какая вещь. Я запросто... Вообще, два моих фильма, и вот который второй, вот сегодня в этом году в конкурсе, в короткометражах, да, «Он не может жить без космоса», уже про одного космонавта. Они оба, что тот, что этот фильм, они не про космос. Они не про космонавтику. Они не про любовь к этому пространству, которому любви никакого не может быть, там нечего делать. А вообще про пространство космоса чуждо человеку. Если уж мы, наверное, там нечего человеку делать вообще. Вот его место здесь, дом на земле. Здесь нам комфортно, при солнце и зелени. Вот. Там холодно и неуютно, и одиноко тем более. Но из-за того, что первый фильм, я как раз, вот то, что я произнес, я делал про одиночество. Не про дружбу, как многие думают поверхностно, смотря на историю, а про одиночество. Я, кстати, как раз... Что, что? Да, как раз хотел у вас узнать насчет вот этой темы одиночества, да. Скажите, вот прослеживается, да, опять же, эта тема в «Мы не можем жить без космоса». В какой-то части она также есть в любом... в уборной истории, в любом истории. А, конечно, вы правы, да. Собственно, вы считаете, что одиночество человека – это плохо? Или как? Ну, если так, совсем вот так отвечать в лоб на вопрос, да. Да, конечно, плохо. Что ж хорошего-то? Потому что это ощущение вот этого экзистенциального одиночества, мы об этом говорим, да, одиночества собственного бытия, скажем так, вот оно дискомфортно, в этом смысле плохо. Оно дискомфортно, потому что оно тревожно внутри. Оно не приносит удовольствия. Удовольствие приносит контакт, общение с друзьями и какая-то вовлеченность в какой-то процесс, да. Потому что диалог с хорошим другом, с приятным собеседником, с человеком – это тоже творчество. И это невероятно интересный процесс, да, удовольствие. А сам с собой, среди звезд и среди черного неба, ты можешь только страдать и углубляться внутрь себя. А это всегда страдание. И вот я возвращаюсь к тому, да, так вот почему космос, да. Не потому что мне радостно, замечательно про космос делать, да провались он пропадом. Но потому что я понимаю, что фильм будет про одиночество, поэтому всплыла тема космоса. На его фоне я покажу одиночество, я тогда думал как режиссер, да, я покажу одиночество как ни на каком другом фоне. Тогда да, вот космонавты, да, вот оно, один потерял другого. И на фоне этого, этого черной бездны, этой дыры, этой холодной бесконечности с мерцающими этими белыми точками, вот я и показываю это одиночество. Он потерял друга, он потерял все. И его здесь уже ничего не держит. Вот что меня интересовало в том фильме, а не космос сам по себе. Провались он пропадом, повторяю. Отлично. Ну, ладно, черт с ним, с космосом. Но мы все равно продолжим еще про космос. Конечно. Про новую картину, про он не может жить без космоса. Вы говорили, ну, в том числе и вы тоже говорили часто в различных интервью о том, что вы родились с карандашом в руке. И фильм «Он не может жить без космоса» называли автобиографичным. Вот расскажите об этом. Словно, да, отчасти. Да, конечно, да. В смысле вопрос-то в чем, извините, перебил. Ну, то есть вы как бы главного героя, можно сказать, вложили часть своей истории. То есть он подобно вам, как вы, родились с карандашом в руке, да, а он родился в скафандре. То есть его предназначение было... Вы все рассказали про фильм. Все, можно не смотреть. Да. Это правда. Это фильм уже не про одиночество в буквальном смысле, а про судьбу, про предназначение. Совершенно другая тема. Но просто так совпало, да, опять же, предвижу вопрос опять, не потому что я влюблен в космос. Я думать про него не думал. Я вообще думал, что я закрыл тему давно. Если бы мне сказали... Понимаете, если бы я когда закончил тот первый фильм, мы не можем жить без космоса, и мне сказали бы, Бронзит, ты будешь следующий авторский фильм делать опять про космонавтора. Про космонавта? Я бы сказал, ребят, вы что вообще, обалдели? Это исключено полностью. Я закрыл для себя. Я прожил ее 4 года, хватит, вот тут. Но понимаете, вот опять, процесс творчества неуправляем. Это еще одна его сложность, что не приносит удовольствия. Ты не знаешь, где, в какой момент, какая зараза в виде идеи в тебя вползет и поселится в тебя. И ты будешь от этого страдать. Так получилось, что вдруг во мне поселилась опять идея про космонавта. Но она была уже про другое, про вот эту, про судьбу, про неизбежность эту. Ты родился тем, кем ты будешь, тем, кем ты родился, кем ты должен быть. У тебя нет выбора. И это и счастье, и крест. Ты должен, ты будешь, и ты это сделаешь. Несмотря ни на что. Как бы тебя кто здесь не оберегал, не прятал от тебя там, так сказать, твой костюм или твой чемоданчик. Понимаете? И вот эта тема меня увлекла. И поэтому опять был космонавт. Понимаете? Родиться можно и инженером. Но мы же как, мы же даже, даже, допустим, как режиссеры, я даже обобщил. Не надо быть режиссером, чтобы понимать, что в мультипликации показать инженера не так эффектно, чем как космонавта. Правда? Ну вот просто в силу такой профессии его. Поэтому, конечно, космонавт. Да, конечно, судьба быть космонавтом. Там в этом весь трагизм – опасно, страшно, далеко, высоко, холодно. Знаете, он от мамы летит в космос – это одна эмоциональная ситуация. А от мамы идет в соседний офис инженером работать – это другая эмоциональная ситуация. Понимаете ведь, про что я? Поэтому опять космонавт. Куда мне без него? Если я хотел развить эту тему. Вот так. Это сильнее. Космонавт – это сильнее. Незапланированный вопрос. Тем не менее, вдруг мне захотелось. Вы вот так рассуждаете о космосе, как в каком-то опасном месте, что Земля нам дом родной, да, и здесь нам надо. Как вам фильм «Гравитация»? Смотрели? Это с Андре Балак? Да, да, да. Который как раз вот об этом. Очень слабенький фильм. Невероятно эффектный. Технически совершенный. Невероятно помпезно и пафосный начинающийся. Опять же, ради пафос, ради пафоса. Что я называю там вот этой пафосной импофезностью, ради пафоса? Это самые первые кадры. Опять же, зритель, такой среднестатистический зритель не очень этого даже думает про это во время просмотра. Но, может быть, вот вы вспомните. Первые чуть ли не 15 минут фильма, вот самое начало, 15 минут, это невероятно много, снятый, а да, единым планом. Это такой технический выверт Альфонса Куарона, да? Ну, это аттракцион, да, это киноаттракцион. Да, аттракцион ради аттракциона. Вы знаете, Тарковский чрезвычайно презирал в кинематографе такие вещи. И я его понимаю, вот как художник художника. Поэтому я вижу голый аттракцион, я вижу, как упивался режиссер вот этой техничностью, собственной техничностью, да? Все остальное было по боку. Вот это прет на передний план. И мне холодно от этого. Я вижу ремесло, холодное ремесло во главе угла. А если я это чувствую сразу с экрана, как профессиональный человек, я понимаю, что, о, чувак, я понимаю, что тобой движет. Вот что здесь для тебя главное. Я как режиссер режиссеру во внутреннем монологе сразу этому отвечаю. Понимаете? И мне становится соответствующее отношение. Понимаете? Там здорово все, да. Но вот это вот... Смотрите, там еще один кадр такой есть потрясающий. Когда Сандра Баллок врывается в какую-то заброшенную спасительную станцию и принимает позу эмбриона. Помните, да? Да, да, помню этот кадр, конечно. У меня в космонавтах есть такой кадр, когда человек, уйдя в себя, и это уже... Да, в скафандре он. Он спрятался в кафандре в позе эмбриона. И там люди смотрят, увидели на рентгеновском снимке это. Опаньки, вот он куда там спрятался. Они не видят его в скафандре. И на рентгене увидели. А как еще спрячешься в скафандре? То есть это единственная, ну, опять же, метафора, да, но это единственный способ, если вообще так, как еще. Вот так вот он спрятался там, как эмбрион в скафандре. И, извините меня, по-моему, это гениально. Это по делу. У меня по делу. Без этого кадра я не смог бы показать развитие психологического состояния моего героя. Как ему там одиноко. А как учил Станиславский? Секунду, это важный момент. Заканчиваю. Как учил Станиславский нас всех? Не только меня, всех, да? Верю, не верю. Я должен верить в состояние персонажа. Так вот, я не верю в состояние Сандры Буллок, когда она ворвалась там в этот... У меня простой вопрос, ребята. Она почему там свернулась в позу эмбриона? Ставим себя на ее место. Просто. Она врывается в этот, да, закрывается собой. Мы люди. Как мы себя... Господи, спасся. Слава Богу, хочешь отдышаться. Пережил самое страшное. На граю все. Все так. Осмотрюсь так. Что я? Где я? Так. Пойду внутрь. Вот мое состояние, в которое я поверил. И я в результате, понимая это, вижу искусственность этой позы. Она для красоты кадрика, для красоты Альфонсо Куарона становится в эту позу. Не пристегнуто, не пришей, не пристегни к ситуации. Эта поза никак не растет из ее состояния. Вообще связи внутренней. Никакой. Красивый кадр ради красивого кадра. Выдающийся режиссер сделал бы... Он мог бы его снять. Но что он обязан был сделать? Ножницами в конце взять и выкинуть его к чертовой матери этот кадр. Вот что выдающийся режиссер должен был сделать с этим кадром. А он его оставляет. Потому что он прется от этого. Ох, кайф, эмбрион. Какая красивая метафора. Вот о чем я говорю. На самом деле, я очень во многом с вами согласен по поводу... Это даже не высшая математика. Спасибо. Очевидную вещь говорю. Просто зритель про это не думает. Он покупается на эту метафору. Ой, как здорово, это как красиво. Она в него торкает. Ну, это такое эмоциональное восприятие. Куарон прекрасно это понимает. Он понимает, с чем он заигрывает. Конечно. Здорово. Правда, отлично на самом деле. Давайте вернемся теперь к анимации. Не могу не спросить, какое у вас отношение вообще к современной отечественной и зарубежной анимации. То есть к анимационным фильмам, например, для массового зрителя. Я не говорю сейчас, например, о студии Мельница. Да, но может быть о других студиях, о зарубежных, о том же Disney, Pixar, которые сейчас уже практически одно и то же. Это самое доброе и уважительное. Люди делают. Слава богу, сегодня так много мультипликации в мире. Она такая разнообразная. Каждый может найти что-то себе по душе. Во-первых, это разнообразие. Само по себе не может не радовать. Повторяю. На любой вкус. Технологии сегодня позволяют в 21 веке все это делать. И разнообразие материала, текстур, фактур, подходов, композиционных решений. Всего-всего-всего. И кукольная мультипликация жива до сих пор, что удивительно, так сказать, и рисованная. Да, вон там студия Лайка голливудская. Да, это же кукольная мультипликация. Поразительно, да. Кстати, многие воспринимают ее за трехмерную. Вот это вот, господи, ну, к примеру, там, труп невесты, да, кошмар перед Рождеством. Это же кукольная мультипликация. Честно все. Вот так ручками по кадрикам двигают люди. Невероятно просто. Искусство мультипликации вот просто достигло апофеоза. Истории, какие они прекрасные делают. Один из моих любимых фильмов недавних оттуда. Это «Зверопой». Вот где вот этот, кто там, барсук или кто там его теряет театр, да, все катастрофа, хочет конкурс. Это абсолютно такой гениальный мюзикл с потрясающим кастингом набора вот песен этих, да, музыкальных номеров, так сказать, со всеми хитами этими. Они, это невероятно свежо, это по-человечески цепляет эмоционально. Ты сопереживаешь всем. Там, при том, что там нет отрицательных персонажей. И то так временно отрицательно, это там мамаша, вот эта певичка, так сказать, этого там одного из персонажей, да, который в конце концов ему помогает. Суперзвезда вот этого. Да, и то она, так сказать, потом оттаивает и включается в это действие, в этот спектакль. То есть все хорошие. Но это прекрасно сделано. Ты переживаешь. И это смешно. И опять же, вот этот баланс трагедийности и смешного, так сказать, там всегда у них найдено. Мне очень нравится «Суперсемейка», но сказал «Суперсемейка» не ошибся, а имел в виду «Семейка Крутц», «Дримверкс». Ну, вот жду с нетерпением, вроде в эфире было, что выходит вторая часть. Да, должна выйти, но, по-моему, ее в очередной раз перенесли. Ну, по счастью, мы ее увидим однажды. Да, конечно, конечно. Потому что первый фильм мне невероятно понравился, так сказать, и запал. И тут много примеров, ребята, можно привести. Все хорошее, все хорошее. Очень хорошо. И отталкиваясь от этого, тоже не могу не задать такой вопрос. Что лично для вас главное в работе мультипликатора? Может быть, что-то нужно, не знаю, иметь в самом себе, чтобы работать мультипликатором? Ну, тут можно, тут, наверное, только ленивый на моем месте режиссер мультипликатор не процитировал бы всем нам в наших ругах широко известное выражение Федора Савельевича Хитрука, нашего знаменитого, выдающегося режиссера советского, российского. Он говорил, как мультипликатору нужна чугунная задница. Да, конечно, это его выражение известное, да. И он абсолютно прав. Речь об усидчивости. Вот просто железной попой вот этой ты ничего не возьмешь. К сожалению, такая профессия. Кстати, опять про отсутствие праздника. Ну, какой тут праздник, понимаете? Ты во вред своему здоровью бесконечно сидишь вот целый рабочий день, а то и больше, а то и ночами, как я вот всю жизнь, знаете. Чтобы побыстрее же хочется сделать, не тянуть же там 6 лет, а 4 хотя бы, да, года. Поэтому ты сидишь каждый день ночью, так сказать, вот там до глубокой ночи. Вот сидишь и рисуешь, монтируешь, сидишь и ты сидишь, ты все равно сидишь, сидишь. У тебя затекает спина. Ну, понимаешь, да, понимаешь, вот ты устал, вскрючившись все это и так далее, и так далее. А вы говорите радость творчества. Нет, это немножко, это болезненное состояние, ребят, это болезнь. Но без этого я боюсь, как в любой профессии, без чего без этого? Без этого стопроцентного включения в процесс ничего не получится. Вот так. Хорошо. Теперь перейдем к такой теме. Вы два же раза номинировались на премию «Оскара». Вошли в шорт-лист. Первый мультфильм – это была «Уборная история». Сейчас, не путайте, ребята. Шорт-лист – это шорт-лист. А номинация – это номинация. Шорт-лист предшествует номинации. Разные вещи, да. Вот мой трейд, вот этот фильм не дошел до номинации, но вошел в шорт-лист. В десятки был. Ага, так три фильма вошли в шорт-лист, а два в номинации. Да, 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 да. А вот маленького шажка с третьим не хватило, к сожалению. И вот второй фильм был «Мы не можем жить без космоса». Скажите, вот как для вас было попасть на «Оскар», то есть каково это? Какая там атмосфера вообще? Может быть, с кем-то виделись, говорили, пока были там? Виделся со всеми, с кем только можно было на тот момент видеться, ребята. Ну, вот просто ребят. С кем встреча запомнилась больше всего? Запомнилась с Джоном Лассетером, интересно было. Да, это на тот момент глава студии Пиксара, да? Да, глава Пиксара, на тот момент, да. Я застал этот момент, по счастью, да. Он мне дал прекрасный автограф, так сказать, нарисовал своего этого, вот этого, как он, в скафандре-то тоже, кстати, своего персонажа из «Истории игрушек». Бакса. А, Бак, да, да, Баклайтер. Да, 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 нарисовал, да. Да, да. Ну, как, приятно было подойти, перекинуться, буквально перекинуться парой слов и к Мэтту Деймонду, и к Сильвестру Сталлоне, и к Леди Гаги, и к Леонардо Ди Каприо. Все это у меня, в Инстаграме там несколько фотографий я выбросил, так сказать, да. Хотя фотографий гораздо больше. Ну, я это не очень люблю просто постить, поэтому, ну, вот. То есть, смотрите, отвечая на вопрос, это праздник. Ну, конечно, это праздник. Это праздник кино, праздник кинематографа, пусть даже коммерческого. Оскар – это коммерческая награда, надо понимать. Прежде всего, коммерческая награда все-таки, да. Там приветствуется коммерческий успех и так далее, да. И ты вдруг вовлечен в эту игру. Ты этого вообще не планировал, не предполагал, даже не смотрел в эту сторону. Но вдруг ты я… Но у тебя возникает ощущение, что ты сделал действительно что-то такое, ну, экстраординарное. Так сказать, из ряда вон. И тебя посчастливилось. Тебя выбрали. Сегодня вот билет попал, так сказать, в лотерея попала в тебя. И это здорово. Я желаю каждому пройти однажды такое удовольствие, потому что в этом смысле там надо сказать, что несмотря на малый формат, какая-то там короткометражная анимация, да. Что там мы рядом с большим кином и с большими этими звездами, так сказать, кинематографа. Но там в этом смысле никакого в самом мероприятии, никакого уничижения вот этого иерархии профессий и жанров, этого нету ничего. Ты абсолютно на равных вот здесь и сейчас присутствуешь и вокруг тебя точно так же пляшут, как вокруг там Леонардо Ди Каприо. Ты такая же звезда, вот как минимум, ну, на эти там несколько дней, часов, понимаете, сколько ты там находишься, сколько там, целый ряд мероприятий по этому поводу есть, так сказать, они в каждой замечательны, куча встреч, обедов, приемов. И это все, ребята, реально искренне, весело, праздник. У всех праздник, это праздник профессионалов. Вот, поэтому все реально рады, искренне улыбаются, все счастливы, кто туда попал. Поэтому это здорово. Подчеркну второй, второй Оскар, вторую номинацию. Вот это было немножко другое ощущение, чуть более сложное и важное для меня было. Я вдруг понял, что это второй раз, вообще это много-много-много раз еще лучше, потому что я оказался, я, значит, оказался там не случайно. Знаете, как говорят спортсмены, стабильность – показатель класса. Потому что за всю свою многолетнюю профессию, это тоже не секрет, все это знают, кто вдавался в вопрос, если там мои коллеги этим интересуются, они это знают. Я за свою многолетнюю профессию, многодесятилетнюю, тридцатилетнюю карьеру увидел такую тенденцию. На Оскар, как на любую другую награду, можно попасть запросто случайно. Запросто. Ну, так сошлись карты, скажем. Так вот такой год, пыра-пыра там, что-то где-то там повезло, удача, как без этого, да? И можно быть не самым сильным фильмом. Потому что год не выдался на самые сильные фильмы, допустим. И можно там оказаться. Больше скажу. Случайно можно отхватить эту награду. И что потом происходит? Я наблюдал такую картину. Человек попадает в номинацию, получает Оскар. Оскар, а потом почему-то исчезает навсегда. Мы не видим ни его, ни его следующих фильмов, куда эти люди все растворяются. Ты же режиссер. Ты что с тобой стало? Ну, окей, ты завязал с кинематографом, закрыл тему. Ну, окей, может быть. Но как-то уж больно часто все закрывают тему с кинематографом после получения Оскара. Очень подозрительно как-то это. Или наоборот. Извините. Я видел фильмы следующие. Видел. Но они были такие слабые. А ты понимаешь, у человека Оскар. Ну, надо же как. А вот такие следующие слабые фильмы. Режиссер-то не очень. И когда я попал второй раз, я понял, что... О! Вот второй раз. Это уже не случайно. Первый раз я запросто точно так же мог относиться себе, как к случайному человеку на этом празднике. Но второй раз случайно, с другим совершенно фильмом, с совершенно другим фильмом, да? Так сказать, идеологически другим. Вообще, да. Вот это уже серьезно. Значит, я чего-то стою как режиссер. Вот такая история. Скажите, вот что-нибудь, участие в Оскаре и в других престижных кинофестивалях. Я, например, знаю, что у вас есть премия французская «Сезар», правильно? Тоже номинация. Номинация. Даже знаю, да, номинация была. Еще до Оскара номинация на «Сезара» была. Пролетел тоже. Что вот вам дало участие в «Оскаровской гонке», в других кинофестивалях? Что-нибудь вообще осталось от этого? Осталось. Десятки фотографий, десятки автографов и приятные воспоминания праздника. Все. То есть, как мультипликатор вы от этого ничего больше не получили, да? Нет, вообще ничего. И не ждал, и не предполагалось. С точки зрения профессионального роста, как в профессии, нет, ничего не дало. Но премия это не предполагает. То есть, там, ну, например, после попадания в номинацию не было каких-нибудь звонков от продюсеров. Мы хотим там от вас новый фильм. Смотрите, а, вот о чем вы. Например. Я понял. Ой, слушайте, сложный вопрос. Смотрите, я скажу так. Не то, чтобы прямо во время и там, но вот где-то в промежутке между двумя номинациями такая, такой диалог, такая работа проводилась. Со мной проводили, да. Скажем так, были предложения. И то, что я здесь сегодня, и вот здесь, и сейчас, и вот здесь, по-прежнему здесь, это исключительно мой осознанный выбор. Ну, почему это, слушайте, это действительно долго объяснять. Долго там столько всего вот этого, слоев причин подводных течений, за, против, плюсов, минусов, что взвешивая все это, кстати, недолго взвешивая все это, я все прекрасно понимал. Даже когда велась на уровне переговоров, я это все сидел там в кабинетах, в которые иные пытаются попасть и не смогут попасть, а я туда вошел вдруг случайно в эти кабинеты, и меня слушали, и мы говорили. И на DreamWorks, и на Sony Pictures, везде, везде, везде. Ну, так вот случилось, да. Мне помогли, как говорится, были заинтересованы во мне. Но я уже сидел в этих кабинетах и, к сожалению, понимал, к сожалению, что я немножко обманываю этих людей, что, скорее всего, ничего не будет. Что у меня есть мои маленькие, так сказать, личные интересы в этой профессии, вот это авторское кино, терапыры, вот эта индустрия. Я уже, наверное, опоздал немножко с ней, не очень. Да и я скажу больше, я скажу честно, у меня еще и был страх, что меня там переоценивают, и я не потяну. Одно дело делать свое авторское кино, и вот тут вот, да, ох, и ты 4 года это делать, и тогда там вылезать, и вроде там действительно, вроде получилось. И совсем другое быть в такой суперпрофессиональной, мощной машине, как DreamWorks или Pixar. Там чуть споткнешься, тебе это могут не простить. И это страшно. А я уже не в том возрасте, когда, так сказать, там спотыкаться. Просто страшно. Вот и все. Тогда вот какое у вас отношение к современным стриминговым сервисам, которые, как считается, дают авторам практически полную свободу? Да, самовыражение того, что они хотят показывать, того, о чем они хотят говорить. Не думали ли я о том, что вот, например, ваша анимация прижилась бы где-нибудь на стриминге? Нет, не думал. Какая моя анимация? Моя анимация – такой редкий штучный товар, что я понимаю, там, знаешь, знаете, там о вселенной Марвел можно говорить, да, об этих комиксах, об этих «Бесконечных мстителях», там, и в «Человеках-пауках». Это я понимаю. Вот там ей нужна платформа, стриминг и так далее. Вот это их проблема. И они решают успешно. Я-то тут при чем? Меня, так знаете, в сетку вещания вставить незаметно пройдет мои 15 минут фильма, и все, кто увидел, тот увидел. Ну, хорошо, значит, вам, так скажем, вполне уютно вот в этой... Абсолютно, я не переживаю. Вот зрители фестиваля «Герой» увидят, и слава богу. Отлично. Ну, да. Еще один вопрос из наших социальных сетей. Что больше всего вас впечатлило вот из кино, из анимации в последние годы? А я уже отчасти про это сказал. Много пиксаровских работ. «Зверопой», «Суперсемейка», «Корпорация монстров». Ну, опять же, первая, да, так сказать, вы... Господи. «Семейка Крутц», много чего, всего и не упомнишь. Много авторской мультипликации, конечно, за которой я по фестивалям, это фестивальный формат, вот здесь ее зрители увидят, короткометражная такая авторская мультипликация, да, в конкурсе. Много есть, чего цепляет. Не скажу, что там все там гениально, этого не так много, но есть вещи какие-то, которые запоминаются, западают, проникают и остаются вот таким приятным послевкусием профессиональным. Ты это исследуешь, мусолишь себе, носишь и получаешь от этого профессиональное удовольствие. Но это как у любого художника, вовлеченного в процесс, это нормальная ситуация. Спасибо вам большое, что согласились с нами сегодня поговорить, выйти в такой эфир. На этом у нас вопросы закончились, возможно, к сожалению. Собственно, будем прощаться. Удачи вам, ребята. Спасибо. Спасибо вам. Пока-пока. Будьте здоровы. Всего вам хорошего, успехов, удачи. И вам того же. В том числе и на нашем фестивале. Ну, там уж. Зрители увидят, скажут что-нибудь доброе, и уже приятно. Спасибо. Пока-пока. До свидания.